Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас из Австрии. Сегодня 1 апреля и все что я расскажу не сочтите за какие-то первоапрельские шутки. Уже зацвели деревья, начинают оживать природа и я начинаю подготовку земли к посадке помидор, огурцов и различных остальных культур, которые мы здесь с нашим шефом выращиваем. Видите как уже подготовленная здесь земля будет закрыта вот такой вот пленкой от всякой ненужной травы, которая пробивает сорняки. Надеюсь, что это поможет к тому, что не надо будет пропалывать постоянно летом эти сорняки. Но друзья, хочу вам о другом сказать. Смотрите, в Австрии все сильнее и сильнее усиливаются меры по борьбе с пандемией. По словам правительства, в госпиталях усложняется ситуация. Очень много пациентов с мутирующими вирусами британским, южноафриканским попадают в реанимацию. И канцлер сказал, что уже палата интенсивной терапии уже практически на грани своего загрузки и надо какие-то меры принимать. И сейчас на две недели на пасхальные католические праздники закрыли просто всю Вену на жесткий локдаун, как раньше. В общем, все люди, которые хотели отметить праздники пасхальные, это большой католический праздник на природе или там где-то в кругу друзей, не могут практически выйти из дома. Разрешено выезжать только на работу, с работы и за покупками в супермаркет. Остальные магазины, все предлагаемые услуги, вплоть до музеев, там каких-то садов, парков, все, ребята, закрыто. Конечно, это очень печально. Ситуация с прививками такая, что до сих пор привито около 4% населения. Поставки вакцин, которые якобы закуплены Австрией, продвигаются очень медленно. Не знаю, что движет правительством, что не могут действительно наладить вот эту вот машину прививочную, чтобы прививать очень интенсивно людей и быстрее закончить с этой программой по прививками. Трудно мне сказать, там какие-то, наверное, политические игры. Сейчас уже Европа одобрила вакцину Johnson & Johnson. Это уже четвертая вакцина, значит, одобренная Евросоюзом AstraZeneca, которая сейчас спустилась на последнее место по популярности. Ее практически никто не хочет прививать. Хотя вроде основные страны, такие как Германия, Франция, там вроде сказали, что никаких там не выявлено случаев тромбов и так далее. Это редкие исключения. Также и вакцина Moderna, вакцина Pfizer и вот Johnson & Johnson. И сейчас канцлер Австрии Курц обратился к президенту России Путину. По примеру, стран соседей, это Венгрия и Чехия, которые уже получили спутник. И канцлер Австрии Курц попросил у Путина поставку вакцины спутник Ви в Австрию. И по предварительной договоренности заключили договор на миллион доз, первую партию. И сейчас как бы к апрелю она должна уже поступить в Австрию, начнутся прививки. Курц сказал, что когда идет жизнь о жизни и здоровье людей, мы не будем играть в политические игры, какие-то вводить ограничения или санкции или еще что-то. Мы только будем принимать во внимание эффективность этой вакцины, быструю поставку и начнем прививать ей население. Несмотря на то, что эта вакцина спутник Ви до сих пор еще не прошла одобрение организации здравоохранения Евросоюза. Тут же он получил от Еврокомиссии предупреждение, что покупайте вакцину спутник Ви на свой страх и риск. Если чего случится с населением, то вы как бы сами в ответе. Но вы все знаете и статистика показывает, что в России уже привиты миллионы людей и последствий у вакцины спутник Ви как, по-видимому, наименьшие побочные эффекты, скажем так. Так что я где-то, наверное, месяца два назад, может быть, пораньше, я говорил о том, что вакцина спутник, возможно, придет в Европу и будет одобрена. И, как вы видите, если я думаю, что австрийцы начнут вакцинироваться спутником Ви, также были переговоры о организации производства на территории Австрии этой вакцины, которая уже будет дальше по Европе распространяться. Может быть, и так получится, что будет производство здесь, в Австрии. Но пока вот миллион доз заказали, друзья, на, скажем так, свой страх и риск, взяли на себя ответственность за последствия, как Венгрия и Чехия, тоже закупившие спутник Ви. Не хочу делать рекламу этой вакцины, я, как и раньше противник вакцинации, наверное, не буду вакцинироваться вообще никакой вакцины, Но разговор-то идет о том, чтобы снять эти все ограничения, все эти запреты на выезд, въезд, эти паспорта зеленые, которые собираются вводить вакцинированным, переболевшим людям, Для того, чтобы как-то облегчить вот эту вот ситуацию с запретами на все. До сих пор закрыты мои любимые фитнес-студии, все-все фитнес-клубы, бассейны, ничего не работает, ребята, в так, если будет продолжаться, будут даже закрыты, наверное, и городские пляжи. То есть, что будет с людьми, насколько у них терпения хватит терпеть это все, до какого уровня, неизвестно. Поэтому я за то, чтобы привили, наконец, всех желающих, кто хочет прививаться, неважно чем, хоть спутником ВИИ, и потихонечку начали снимать ограничения. Не думаю так, что прививать будут всех поголовно, заставлять их получением каких-то льгот, каких-то послаблений, если ты привился, не знаю, будет это или нет. Но, в принципе, я уже как-то не боюсь ни заболеть, ни привиться. Мне как-то уже настолько, я думаю, не только мне стало уже все равно, потому что уже в течение года люди уже поняли, что, в принципе, лишь бы поскорее это все закончилось. Привиться, значит, привиться, и будут, наверное, прививаться все для того, чтобы действительно это время прошло и записать его просто в историю. Я вчера, что интересно, получил одно сообщение с женщиной, которая, моя знакомая, которая живет в Америке очень давно. Она тоже, значит, с мужем, с пожилым живет и сказала, что муж уже давно привился вакциной Pfizer. И в Америке из 300 миллионов, почти 200 миллионов, ребята, уже привито. Привито. И, в принципе, она говорит, что посмотри, если уже американцы, в принципе, народ такой, который вообще не дает себя заставлять что-то делать. То есть, свободолюбивый народ, если они захотят, они это делают, не захотят, они это не делают. И, тем не менее, привилась практически вся Америка вакциной. И последствий особых никаких нет. Этот ее муж, ему лет, наверное, около 70 практически, получил, значит, две вакцины, две дозы Pfizer и чувствует себя очень хорошо. Ничего с ним не произошло. То есть, как-то так. Мне просто удивляет. Ну, понятное дело, что американцы производили вакцин Pfizer и Johnson & Johnson, конечно, сначала делают вакцины для своего рынка, для американского рынка, для более содружественных стран, которые, скажем, с ними в экономическом плане максимально сотрудничают. А в Европе, ну, такие, как Канада, может быть, там, Новая Зеландия или еще кто, Япония, может быть, а остальные страны, такие, как Евросоюз, Европа, они уже, как бы, на вторичном плане. Будь что будет, остатки ваши. Всем у нас на работе выдали бумажки, что в случае, если какие-то будут проверки на дорогах, там, где-то что-то тебя остановили, чтобы ты мог эту бумажку показать, что ты едешь на работу, друзья, представляете, будут вот такие проверки, потому что комендантский час никто не отменял, это как было, значит, до восьми вечера, с восьми вечера до шести утра комендантский час, а если со второй смены у нас едут с работы в 22 часа, то, конечно, их могут остановить и спросить, что вы тут нарушаете комендантский час, поэтому вот такие вот аусвайсы, ребята, это действительно вот как вот, наверное, в Германии, в оккупированных странах выдавали вот такие аусвайсы, с которыми можно было ходить по улице, примерно так же сейчас выглядит вот этот аусвайс, который дает тебе право передвигаться после комендантского часа в Австрии. Ну, в общем, смех и грех, конечно, смех сквозь слезы, друзья, я могу только так сказать об этом. Мое мнение то, что мне кажется, что, ну, не вся Европа, но, по крайней мере, Австрия берет пример со своего старшего брата, как называет Германию, и что делает канцлер Германии Меркель, это старушка Меркель, по-моему, она уже немножко не понимает ситуацию до конца, и перестраховывается, вводя вот такие вот жесткие меры у себя в стране, и австрийцы, конечно, смотрят, ага, раз Германия вот так реагирует на пандемию, принимает такие меры, мы должны последовать тоже примеру, там все-таки люди умнее, их больше там экспертов и так далее, и, наверное, просто вот этот молодой канцлер наш Курц, который, ну, опыта политического еще такого, может быть, не имеет, как другие политики в Германии, он, наверное, делает в основном вот так, как делает Меркель в Германии. Ну, а то, что, в принципе, вы знаете, что Австрия всегда уважала и поддерживала контакты, хорошие контакты с Россией, на дипломатическом уровне, и Путин, как вы знаете, частый гость в Австрии, был, по крайней мере, не так давно, даже на свадьбе у одной женщины-министра в Австрии танцувал, в общем, вот эта дружба, скажем, Австрии и России, вот, и, наверное, подвигла канцлера вот к покупке этой вакцины «Спутник Ви», я думаю, так. Ну, посмотрим, что из этого получится, если это действительно вакцина поступит и начнут прививаться этой вакциной, я думаю, что в этом ничего страшного нет. Мне недавно прислал один мой знакомый сообщение. Он был в Дубае со своей супругой и жил в гостинице. Так вот, в Дубае, в гостинице, это пятизвездочная крутая гостиница, и там была возможность привиться за деньги, естественно, любой вакциной, будь то Pfizer, Johnson, Sputnik V или еще какая-то вакцина. Так вот, и он сказал, что практически все, кто хотел вакцинироваться, то там были англичане, французы, остальные там представители других стран, и большинство вакцинировалось, ребята, спутником Ви. Вот это на него произвело очень большое впечатление. Этот укол, спутник Ви, значит, там вакцинировались они два раза, кто там жил, значит, через какой-то период получали вторую дозу. Так вот, эта прививка стоила 300 долларов американских, ребята. За 300 долларов в Дубае можно было спокойно привиться спутником Ви. И многие иностранцы прививались именно спутником Ви, что не знаю как, но мне кажется, это какой-то знак, друзья. Что меня еще удивляет, по рассказам моего знакомого, в Москве был тоже период, когда принимались жесткие меры, ограничительные меры. Статистика показывала на то, что очень много больных там, растет количество смертей и так далее. Люди действительно боялись этого, оставались там на карантине дома, сидя дома и все. И потом вдруг раз, и как рукой сняло. И сейчас уже несколько месяцев в Москве просто забыли, что такое пандемия, что такое коронавирус, и практически не соблюдается вообще никаких мер. Как мне сказал мой знакомый, даже масок там никто не спрашивает, нигде. Вот это, мне кажется, удивительный вариант. Несмотря на то, что, в принципе, россияне не привились там на 100%, не каждый там второй или процент привитых не такой огромный, чтобы все это как бы списать на ноль, что пандемия побеждена. Я думаю, нет, это какая-то другая причина. Или, скажем, взять ту страну, как Беларусь, которая там Лукашенко вообще не воспринимал всерьез эту пандемию. И как таковое, там не было никаких вспышек, там никаких повальных смертей. И этого не было всего. И вот это заставляет, наверное, задуматься, наверное, меня и вас, почему так происходит в Европе. Вроде, ну как, вот первая волна там прошла, люди поняли, что пандемия лечится, там как бы не таковое большое количество смертей. По возрастающей этой смерти смертность не возрастает. Умирают больные люди, как и раньше, как умирали там от того же воспаления легких, или там от рака, от спида, или чего угодно смертность была. Это нормальное явление. Но до сих пор вот, ну, продолжают в Европе нагнетать, нагнетать эту атмосферу. Я думаю, что тут какие-то замешанные, я думаю, наверное, политически денежные отношения, какие-то тут, наверное, отмываются или проворачиваются большие деньги. И, несмотря что, просто, ну, ситуация экономическая тоже не улучшается. В стране увеличивается количество безработных, банкротных предприятий. Для чего это делается? Трудно сказать. Может, какой-то эксперимент делают для того, чтобы понаблюдать, как изменится климат, когда экономика проседает, экономика, ну, как бы, потребительский спрос падает у людей. И уже год я не езжу в аэропорт, друзья. Я раньше ездил по работе, наверное, каждую неделю по два раза. Встречал гостей и провожал наших сотрудников. Встречал их там с командировок в аэропорт. Сейчас я уже год не езжу просто в аэропорт. Самолеты практически не летают. Ну, ездить под запретом никуда нельзя. Из-за этих запретных там карантинных мер, тестирования и так далее. Как-то так. И завидую просто действительно белой завистью россиянам, которые уже начинают забывать об этом маразме, об этой пандемии, живя вот в таком свободном, скажем, обществе, как сейчас в России все люди живут и наслаждаются жизнью. А не так, как европейцы, которые просто уже не знают просто уехать вообще из страны куда-то на острова или там в какие-то в те страны, где такой истерии нет. И действительно уезжают те люди, которые могут жить в других странах. Очень много уехало там на Мальдивы, в Дубай или еще куда-то, где этого маразма, этого спектакля нет. И живут там и ждут окончания, просто окончания вот этой вот всей акции с пандемией, с ограничениями, с вакцинациями и так далее. Когда это кончится, трудно сказать, но народ устал, ребята, уже даже демонстрировать устали, потому что и демонстрации особо ни к чему не приводят. Были демонстрации каждое воскресенье, каждую субботу, по несколько антиправительственных демонстраций. Но сейчас, мне кажется, уже и это пошло на спад, потому что, ну, поняли люди, что никаких изменений не происходит, и что толку демонстрировать. Печально все это, но вот так, ребята, это вот такая правда. На этом я заканчиваю, друзья. Всем вам всех благ. Спасибо, что вы меня смотрите, что вы ставите лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всех благ. Оставайтесь здоровыми. Будем надеяться, чтобы что бы не случилось всегда, будет зеленый свет в конце туннеля, и все у нас будет хорошо. Всем пока.